Я должен сразу сказать, название паспорта Нансена, оно в достаточной мере условное, потому что мы взяли за название такой условный образец, который уже в истории нечто подобное уже существовало. Мы не наставим, чтобы это был именно полный аналог того паспорта Нансена. Здесь главное понять мысль, которую мы стараемся донести до всех, с кем мы общаемся. Главным образом до наших законодателей до сих пор и до законодателей Европарламента, Еврокомиссии сейчас, то, что мы собираемся писать петицию. А мысль это следующая. Мы, граждане России, живущие за пределами Российской Федерации, имеющие здесь вид на жительство или постоянный вид на жительство в различных таких статусах находящихся, это студенты, предприниматели, люди, которые работают, люди, которые живут по воссоединению семьи и так далее. С момента начала военной агрессии России мы оказались в такой достаточно опасной ситуации. Во-первых, мы все, несмотря на то, что мы живем в Европе и все стараемся здесь построить свою жизнь, мы сознательно выбрали этот путь, мы все привязаны к Российской Федерации через наши документы. В первую очередь через наш заграничный паспорт, который у нас является главным документом, удостоверяющим нашу личность за рубежом. Мы вынуждены периодически его отменивать, мы вынуждены его предъявлять по первому требованию в тех странах, где мы находимся на границе и так далее. И, соответственно, если Российская Федерация может выдавать или не выдавать, обновлять или не обновлять такие паспорта, то, соответственно, мы все находимся в достаточно опасной ситуации, поскольку мы с началом боевых действий, с началом войны, прямо скажем, мало кто из нас остался равнодушным. Мы поддерживаем беженцев, мы собираем для них вещи, мы делаем волонтерскую работу, мы отправляем деньги, в том числе в эти фонды, которые помогают беженцам, мы комментируем, мы рассказываем нашим знакомым, что и как происходит на самом деле, мы стараемся разоблачать те фейки, которые множат пропаганды. И все это в настоящее время в России является уголовным преступлением, как мы все знаем. И за все это мы можем быть уголовно репрессированы на сроки от 12 до 20 лет. И, естественно, эта ситуация не может нас оставлять равнодушными. И мы стараемся вот эту связь, которую мы имеем с Российской Федерацией, так или иначе разрушить. То есть получить какой-то документ, который позволит нам продолжать нашу деятельность и нашу жизнь, в первую очередь, в тех странах, которые мы выбрали для своей жизни, без опасения, что когда-то нам придется из-за того, что Россия нам заблокирует или отменит, или откроет против нас какое-то преследование, что возможно сделать уже сейчас. И таким образом мы останемся без легальных документов. И по законам тех стран, в которых мы находимся, если мы не имеем легальных документов, мы можем быть из этих стран выдворены. Понимаете? То есть суть инициативы как раз таки в том, чтобы защитить наших соотечественников, находящихся за пределами Российской Федерации, от возможной депортации из-за документов, которые мы связаны с Россией. Ну вот, если в самый корень этой ситуации посмотреть, то инициатива направлена именно на это. Евгений, а в ЕС есть все-таки возможность выдавать так называемый паспорт иностранца? Например, в Чехии он называется паспорт Цезинца или Цезинецкий пас. Вот в Словакии, я думаю, наверное, похожее название. Который в целом дает похожий статус с тем, с чего добиваетесь вы. Чем он не подходит? В принципе, он абсолютно подошел бы, но проблема здесь заключается в следующем. Мы прорабатывали эту ситуацию и задавали конкретные вопросы здесь, в Словакии, и относительно этого паспорта Цезинца. Проблема заключается в том, что для получения этого паспорта нужно иметь статус, в данном случае, в Словакии во всяком случае, статус, приближенный к статусу беженца. А статус беженца нам, гражданам Российской Федерации, получить практически невозможно, потому что этот статус, он выдается, насколько я знаю, законодательную базу, он выдается в двух случаях. Или мы должны быть уже подвергнуты каким-то репрессиям в России. То есть не то, что мы опасаемся, что, знаете, мы тут пишем комментарии, и мы за это можем пострадать в будущем когда-нибудь. А если мы действительно уже преследуем, и если против нас уже возбуждено какое-то дело, тогда да. И второй момент, если Россия объявит официальную войну, тогда как граждане страны, находящиеся в состоянии войны, мы можем получить статус беженца. И на этом основании потом получить и этот паспорт фудзинца, так называемый паспорт иностранца. Без этого нам этот паспорт просто не выдадут. Вы говорили, собственно, в самом начале, что общаетесь с чиновниками, пытаетесь им донести эту мысль, в том числе как в Словакии, так и, например, в Европарламенте. На данный момент на каком этапе находится ваша инициатива? Кто из высших чиновников с вами связался или на кого вышли вы? Ситуация обстоит следующим образом. В Словакии мы проработали фактически по всей вертикали власти. Мы разговаривали на местном уровне, мы разговаривали с депутатами парламента Словакии и нашли там полное понимание. Мы встречались с премьер-министром Словакии, но, правда, по состоянию здоровья в назначенный день он не смог с нами встретиться лично, и мы, приехав в офис премьер-министра на урод Влады, так называемый, как это называется, здесь, мы общались через телемост с ним и напрямую ему рассказывали о той проблеме, которая существует. Мы нашли полную поддержку и полное понимание и стремление нам помочь. Нам прямо сказали, что мы понимаем, что вы находитесь в огрозении, и мы, как Словакия, совершенно согласны с тем, что мы должны что-то сделать для того, чтобы вас защитить. Что именно? Но Словакия сделала то, что могла. На текущий момент Словакия приняла внутреннее постановление для миграционной полиции, и на текущий момент Словакия принимает, миграционная полиция Словакии принимает наши паспорта и за пределами их срока действия. То есть люди, которые могли бы, не могут сейчас получить новый российский паспорт, загранпаспорт, они в Словакии могут оставаться, по крайней мере, до окончания режима чрезвычайной ситуации, связанной с войной. Это решение, оно на самом деле достаточно временное, но у Словакии есть политическая воля, и нас заверили, что в любом случае, при любом раскладе, наши сограждане, россияне, живущие легально в Словакии, в Россию выдаваться не будут. Другое дело, что Словакия не может и не имеет возможности принять какое-то решение, которое касалось бы буквально всех стран Евросоюза. Это уже зона ответственности Еврокомиссии, Европарламента, и для того, чтобы там было принято какое-то решение, мы в настоящий момент подготовили общую петицию, мы стараемся эту петицию донести до Еврокомиссии. Сейчас эта петиция переводится, я думаю, вопрос ее подачи, это вопрос в ближайших дней, может быть, недель. Задача минимум ЕС, а задача максимум ООН, как я понимаю. Это было бы замечательно, безусловно, да, но мы идем постепенно. Те группы, которые сейчас следуют за нами, за нашей инициативой, насколько я владею ситуацией, сейчас там порядка 15 групп, они есть не только в ЕС, они есть и в других странах. Но я думаю, что достаточно принять какое-то одно решение Еврокомиссии, это решение, потом можно будет опираясь на него добиваться и быть в других странах или через ООН. Это было бы, естественно, другой уровень и принципиально, но и решение этой задачи. Вы лично уже больше шести лет живете в Словакии, насколько я знаю. Почему уехали? Ну, понимаете, тут очень такой комплексный вопрос. Я не думаю, что он очень сильно бы отличался от подобных же вопросов к любому мигранту, который уехал из России за последних 6 или 10 лет или сколько, в том числе и тех, которые уезжают сейчас. То, что ситуация ухудшается, то, что Россия скатывается в диктатуру, я видел достаточно давно, еще буквально с нулевых лет, и те решения, которые уже тогда принимались, они для меня были такими звоночками, что ситуация будет ухудшаться. И вопрос свободы, и вопрос будущего, как персонального, так и будущего детей, будущего страны, он висел под все большим и большим, что называется, вопросом. Ну, последней точкой, может быть, стал Крым, 2014 год, когда стало понятно, что обратного пути нет, что Россия встала на эту дорогу, и что... Единственное, я думал, что сначала будут репрессии против собственного населения, а потом какая-то внешняя агрессия. Ну, получилось так, как получилось. Эту войну, которую никто из нас не ждал, она, к сожалению, происходит сейчас, и согласиться с ней, я думаю, никто из нас не может. А что должно произойти, чтобы вы, например, вернулись в Россию, если, конечно, вы этого хотите? Честно сказать, я пессимист в этом отношении, я не думаю, что в России может произойти что-то такое, что кардинально повлияет на мое решение, а также на решение огромного количества наших соотечественников. Мы были свидетелями, мне 43 года, я помню это настроение, хоть я был еще относительно молодой, когда распадался в Советский Союз, и это воодушевление, и потом демократические преобразования, которые вроде бы начинались, и начало нулевых, когда вроде бы Россия стремилась приблизиться к Евросоюзу, и так далее. Я помню, что это декларировалось, и я помню, как потом от этого отказывалось, и вы знаете, какого-то доверия, что даже если произойдут какие-то демократические преобразования, что на мою жизнь эти демократические преобразования я стану чем-то постоянным, но у меня, например, нет. Хотя я допускаю, что кто-то может иметь другое мнение на этот вопрос, на этот счет.